друзья всем привет жука виталий на связи и обещаю что сегодня будет кратко но определенно будет по делу разберем ситуацию с биткоином с альткоинами соответственно что нам вообще стоит ожидать от крипто рынка с прошлого своего прогноза я ожидал откаты ну я не ожидал определенно такой большой откат объясню почему потому что думал что уже ликвидность набран на уровне 10 тысяч на прошлом падении потому что прошлое падение оно было плюс минус 32 процента это уже довольно нормальная коррекция для набора ликвидности сейчас опять с вами наблюдаем откат ну и давайте собственно говоря решать будет это какой-то более глобальный откат вплоть до уровня 7000 долларов или все же это коррекции нам стоит ожидать продолжение роста к уровню 12-13 тысяч небольшая рекламная вставка и начнем друзья представляю вам оси довольно уникального проекта это крипто часы сейчас мире существует довольно небольшое количество действительно надежных криптовалютных кошельков все они сделаны в виде флешки но мир не стоит на месте ребята из россии представили общественности действительно крутой проект это криптовалютный кошелек в виде часов с действительно стильным дизайном а главное в этих часах можно хранить криптовалюту и не опасаться потерять ее все переводы будут возможны только с применением отпечатка пальца к тому же это смарт часы в них будет возможность выбрать дизайн циферблата отмерять шаги измерять пульс и использовать прочие фитнес-функции а за сохранность криптовалюты будет отвечать специальный секьюр элемент который также используется в леджер также разработчики обещают создать децентрализованную биржу и это довольно интересное дополнение сейчас проходит первый раунд и все токены проекта является гибридными то есть они не только будут приносить дивиденды своим держателям но на них также можно будет купить сами часы сам же проект обещает реализовывать обратный выкуп токенов после айсио часы стоят 400 токенов сейчас это где-то 20 25 долларов после айсио их стоимость составить 149 долларов ссылку на данный проект вы найдете в описании а мы с вами продолжаем друзья напомним вам после предыдущего роста с уровня 13500 мы получили откат откат у нас был до плюс минус 9400 потом опять же мы начали торговаться выше уровня там 12 тысяч долларов там я соответственно ожидал уже пробой 13 и тест хая локального соответственно 13 500 14 тысяч но мы с вами ушли на дополнительный набор ликвидности почему я считаю что этот доп набор ликвидности они какая-то более серьезные коррекции как уже во многих сми начинают кричать что там bitcoin 5 6 7 тысяч дело в том что у нас с вами довольно неплохо откупает уровни и маркет мэкеру просто нету смысла вкладывать такие большие средства если у нас сейчас есть план на какую-то глобальную коррекцию дать с вами посмотрим это на графике так сейчас быстро покажу вначале на бинансе смотрите какие низкие объемы полили курс полили серьезно за десятку сразу начинают выкупать явно объемы на покупку выше объемов которые идут на поддержке теперь посмотрим мою биржу почему я и пользуюсь дело в том что здесь гораздо лучше видна вся эта ситуация то есть действительно смотрите вот нас льют и смотрите какие большие объемы это все боты выкидывают эти объемы соответственно боты сливают боты выкупают реально вот например у нас есть какой-то период консолидации да когда не было никаких ботов вот вам объемы какие объемы проторговок пофигу на покупку на продажу сам факт дальше идут какие резкие то есть получается что у нас рынок двигает без объемов плюс это довольно неплохо видно при анализе стаканов и довольно неплохо видно то что у нас уровень 10 тысяч долларов он постоянно откупается ну то есть видно увеличение волатильности каждый раз когда мы подходим к десятке понимаете 10 тысяч долларов это не только психологический уровень это еще и такой хороший триггер для сми то есть биткоин вырос больше 10 тысяч долларов и этот уровень действительно нужно удерживать для того чтобы в рынок вошли новые покупатели и вот даже очередной момент пошли объемы на продажу вот вы даже сможете отследить я все равно выпущу видео через несколько часов только его вот сейчас опять 10 10 100 откупят и опять вернут в 10 300 10 350 я считаю что данная формация это вытряхивание несмотря на то что на четырех часах вот здесь вот идет как бы проторговка да у этого уровня это не есть очень хорошо но с другой стороны понимаете данная формация тоже довольно бычья почему потому что здесь мы с вами получили канал да еще может быть эта зона не сформирована у канала но все равно мы получили здесь довольно хорошую поддержку и внутри канала этого мы в любом случае должны будем продолжить движение по крайней мере я так считаю давайте посмотрим более глобально куда нас с вами могут выкинуть конечно у нас вот уровень 8 700 9 тысяч долларов ну прям вот просится но еще раз повторяю здесь есть другие нюансы нюансы того что маркет мейкер держит этот уровень нюансы того что сейчас реальный аптрэнд и если мы сейчас будем преломлять это все дело аптрэнта будет под вопросом потому что преломление вот этой трендовой линии на самом деле ну как бы ничего хорошего нам не даст то есть реально можно ожидать коррекцию вплоть там ну сколько получается до 8 тысяч дальше вообще вплоть до пяти тысяч мне кажется это слишком сильно испугает рынок лучше сейчас потрясти сделать видимость то что мы пойдем вот на эту консолидацию и засадить людей думаю отсюда опять мы будем наблюдать какой-то отскок учитывая вот эти свечи здесь у нас была просадка до 9 500 он пишет на самом деле в моменте я смотрел там получалось 9 300 9 9 350 вот так вот там поддержка отработала вполне могут еще потрясти до этих уровней но все равно думаю что общее направление у нас тут на рост следующий актив по старшинству у нас эфир сразу скажу что ситуация тут очень не очень а потому что мы с вами по большому счету сделали выход из канала говорить то что сейчас он ложный или нет но довольно сложно то есть у нас есть более глобальная поддержка на этом уровне и причем это как раз именно вот здесь мы находимся если у нас сейчас будет пробой хотя бы там до 200-10 200 то мы с вами вполне можем увидеть очень хороший откат поэтому ни в коем случае не вижу смысла сейчас докупать этот актив у эфира очень большой потенциал на рост и даже если вы где-то зависли там в уровне 300 может кто-то еще выше брал потому что даже у меня там группе писали по 350 набирали люди я считаю что актив нужно держать и докуп тут логичен исключительно там от уровня 130 вот как где были консолидации я помню вот 160 где до 160 исключительно отсюда в данной ситуации докупать актив но безумненько то есть не стоит даже если он сейчас у нас покажет разворот за биткоином я считаю что не нужно если у вас чешутся руки вот я у себя в закрытой группе с ежедневными обзорами ребятам давал смотрите рипл да соответственно у нас третий по капитализации давайте вот тоже на крупных там фреймах посмотрим вроде сыпется но сыпется до поддержки причем данная поддержка она довольно серьезная то есть смотрите это вся поддержка зимы то что этот уровень не отработает но это уже будет какая-то мистика то есть если нас закинут ниже то в принципе можно будет начать на себе рвать волосы вот здесь вот можно уже добирать то есть поставить стоп куда-нибудь в уровень 28 центов и соответственно здесь добирать и уже ожидать какого-то прострела причем здесь я хотел бы обратить внимание что довольно мало объемов нужно для того чтобы вернуть даже к уровню 40 то есть вот это манипулятивно его скинули вниз его здесь держат вот на этих уровнях по сути ордеров продать на продажу нету то есть как только отключать все эти стенки мы с вами просто выстреливаем и если у вас руки чешутся добрать какие-то активы то исключительно вот такого плана как рипл потому что тот же лайткоин вот у меня лайткоин я его набирал по сто четырнадцать часть зафиксировал часть осталось лайта нет никакого смысла его добирать потому что это такая поддержка и вполне могут вернуть на тот же уровень 50 а то и 25 если даже посмотреть ту же аналогию с другой альтой поэтому тут исключительно держать это все точно так же манипулятивно давят не верите мне откройте стакан и посмотрите какие стенки держатся специально я думаю вот сейчас потрясут люди в полной на самом деле уже в панике многие я думаю добьют могут даже добить еще ниже типа вот под 66 его опустить вообще будет страх потом эти стенки уберут будет очередной прострел а при этом ликвидность набрана пассажиров скинули люди сейчас боятся докупать а причем ну как бы в такие моменты надо докупать как бы по крайней мере я считаю что та же сделка на рипл но она прям оправдана единственное что мне не очень нравится что как бы сейчас здесь рисуют проторговку 30 центов как правило это не самый лучший сигнал но учитывая то что жестко держит уровень маркет-мейкер я думаю здесь вообще на самом деле технику надо отметать немножечко в другую сторону здесь надо рассматривать больше фундаментал и больше поведение маркет-мейкера потому что на данном рынке он действительно себя довольно неплохо выдает ну то есть у нас довольно низкие объемы по рынку и каждый ордер крупный он реально виден и все стенки видны и просто понятно что если сейчас стенка будет убираться актив полетит вверх определенно следующий момент который понятный потому же биткоину смысл его так откупать вы что думаете это люди откупают все автоматизированная торговля вот даже сейчас у нас вот мы трёмся уровне десяти тысяч долларов откройте любую более-менее крупную биржу посмотрите как вылетают ордера это же вам не просто картинки это реальные деньги и с одной стороны здесь удержится уровень а с другой стороны здесь набирается позиция эту позицию надо где-то распределять а где его распределять за 14 за 13 500 а сейчас идет вытряхивание набор ликвидности для того чтобы было легче этот пуск сделать не исключаю что опустят чуть ниже но глобальной коррекции на 6 на 7000 это нелогичное поведение маркет-мейкера если у нас планировалась глобальная коррекция здесь бы вертикально вниз пошло нам бы показали двойную вершину о которой многие сейчас любят говорить хотя это абсолютно не двойная вершина вот типа вот раз два там люди думают это двойная вершина но если бы нам здесь показали двойную вершину то здесь бы откат был вот такой вот оп до восьмерочки до семерочки вот это была бы двойная вершина нет здесь явно и шло удержание раз здесь два удержания здесь здесь жесткое удержание уровня я думаю это вытряхивание с дальнейшей целью похода вверх по альте по сделкам сказал то есть только альта которая находится у своих донных значений альта которая не находится у своих донных значений сейчас не вижу смысла ее усреднять потому что можем провалиться еще сильнее лучше данный фиат и то обращаю внимание не весь перераспределять вот в такую альту плюс здесь если вы до сих пор держите биткоин и по какой-то причине не вышли на уровне 12 150 который я давал это было довольно правильное ограничение убытков ну также я думаю биток можно перелить в альту альта сейчас к паре альта биткоин упал и ниже плинтуса и сейчас можно очень круто увеличить количество монет этой альты альта будет стрелять объясню почему потому что вот даже засадил до маркет-мейкер на биткоине предположим есть альткоины на них также можно засадить людей чтобы людей засадить что надо сделать показать рост а потом на хаях сделать так что все покупали показать рост на таких низких объемах и манипулятивных удержаниях уровня элементарно поэтому я думаю перелив в альту ну сейчас самый оправданный да может быть он более рискованные но данные действия по моему мнению того стоит также я по им джи давал стоп под этим уровнем стоп снесли смотреть только как этот уровень удержит удержит этот уровень можно будет попробовать войти но как его давит вниз я бы все-таки рассмотрел более топовую альту это все-таки больше к шиткоинам так давайте подведем краткое резюме соответственно по биткоину думаю что это бы тряхивание все за это говорит очень много нелогичных действий производится для того чтобы опустить его на уровень там шесть семь восемь тысяч и думаю в среднесрочной перспективе тут стоит с большей вероятностью рассматривать рост что касается альткоинов альткоины очень аккуратно если вы сейчас хотите подбирать подбирать альткоины можно только те которые находятся у зимних донных значений остальные позиции считаю правильно удержать до развязки ситуации с биткоином также хотел бы обратить ваше внимание то что глобально мы находимся в аптренде и даже если еще будет сильнее просадка то есть равно эта просадка через какое-то время будет компенсирована потому что идет явное бычье глобальное движение здесь по ему мнению стоит все-таки больше него обращать внимание чем на какие-то манипуляции там внутри дня свои соображения по рынку обозначил напоминаю то что в описании можете найти форму на мои ежедневные обзоры так как свои видео я делаю где-то раз в 3-5 дней ну а там я соответственно делюсь своими соображениями в моменте лайк подписка комментарии работаем